хорошо друзья давайте мы продолжим и мы с вами говорим о свойствах бога и в данный момент рассматриваем его личностную природу и первое упоминание или утверждение которое говорит о том что бог является личностью является то что у бога есть имена и мы с вами эти имена перечислили и следующее указание на личностную природу бога являются его дела дела которыми он занимается и в священном писании показано что он знает людей да и он общается с людьми в эдемском саду это был самый наглядный пример и он разговаривал с адамом прохладе дня конечно же как мы с вами уже выучили очень интересное слово это антропометрическое изображение бога тем не менее она показывает что бог он личность личность которая связанная с людьми и он обладает всеми чертами личности вот потому что личность она обладает определенными чертами он обладает знаниями он обладает чувствами он обладает желаниями он делает какие-то определенные действия мы видим поскольку бог личность то он показан как наш отец и отношения с ним они характеризуются теплотой пониманием и бог не является какой-то такой некой инстанцией или там учи какой каким-то учреждением он не механизм он знающий любящий добрый отец и мы с вами это хорошо знаем и в это вере и как отец он дает нам возможность приблизиться к себе и к нему можно обращаться и он нам отвечает и это опять-таки подтверждение того что он является личностью важный момент что в наших отношениях с богом это не односторонняя связь у нас богом идет двухсторонняя связь и при всем при этом несмотря на то что у нас есть вот эта близость и связь мы называем бога отцом то в любом случае бог он является богом достойным поклонения и уважения я хочу сказать то что мы с вами видим когда бога называют папочка это опять-таки это говорит о богословии внутренним человек понимает что мы можем говорить это о близости к богу но что стоит за словом папочка нашем понимании не да это вопрос вот как как мы вот папочка это сторона уважительная или сторона может быть не по небратству но это такое более близкое какое-то интимное такое отношение папочка в принципе я скажу что не во всех семьях дети называют папу папочкой ну даже не во всех ну в основе называют да все но опять таки я согласен что бог наш отец но при всем при этом это бог богов и царь царей поэтому можем ли мы позву позволить такие отношения как папочка не не уходим ли это это я не говорю это правильно я даю пищу к размышлению да да но это уже очень это уже как бы более уважительный такой уровень да наверное близкий да 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 ну вопрос того что я я не пытаюсь сейчас вам вас направить в пути ваших личных отношений с богом я пытаюсь показать как влияют наше понимание бога на наши отношения куда она у нас может направить потому что я скажу так что папочка вот это личное мое убеждение это может присутствовать в личном молитве скажем так потому что это личностный аспект близких отношений все таки в собрании это уже немножко другой уровень все таки бог он бог как бы и ну это мое восприятие я не говорю не говорю что да бог в любом случае это бог которого мы должны почитать да опять таки но смотрите это к чему я все говорю что всегда есть две стороны ешуа говорила широкие враты врата и пространен путь ведущие в погибель и узок путь и немногие находят его вот узкий путь это вот понимание близкие отношения с богом и благоговение почитания две стороны и где найти эту узкую сторону чтобы иметь близкие отношения но быть в богопочитании да опять таки если мы возьмем культуру вернусь все таких папочки то в восточной культуре такого понятия папочка не присутствует и отче в восточной культуре это не папочка наше потому что восточная культура она подразумевает собой уважительное отношение к родителям вот они даже к родителям в большей степени на вы общается но вот как бы современно понимать и тут нам вот надо находить эту тонкую узкий этот путь понимать близости и благоговение да да но но это 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 пища к размышления же я не дам вам здесь правильного ответа но это то что мы как бы должны понимать смотрите и вот этот бог с которым мы имеем отношения с которым мы близки которому который является все таки поклонение объектом поклонения и уважения но он при всем при этом он не просто принимает то что мы ему говорим или то что мы у него просим он участвует с нами в отношениях он участвует взаимностью у него и как я говорил не не чувства и он не тот просто о котором мы слышим а тот с которым мы встречаемся вот помните книгу иова он после всех событий он ведь раньше я о боге знал теперь я бога узрел изменились отношения и вот личностный аспект бога дает нам возможность вот этих отношений понимание что мы имеем обратную связь мы имеем с ним встречу и можем знать его потому что это не некая абстрактная субстанция это личностный бог с которым и мы можем иметь личные взаимоотношения смотрите очень важный момент на который нам стоит обращать внимание потому что вот к сожалению бывает что в отношении вот с богом в этих в личных отношениях с богом в этом личностном аспекте отношения с ним бывает состояние когда бог он в большей степени для нас становится личностью которая помогает нам достиг достичь определенные цели я скажу эти даже цели могут быть благие мы можем просить боже преобрази нас я хочу быть как ты я хочу это это благая часть правильно быть быть как бог или там я хочу изменить свой характер я хочу это это сделать но я хочу сказать что важно для нас должно быть важно пониманием что ценностью для нас должно быть не то что он делает ценностью для нас должен быть он сам поэтому почему когда ешуа когда ученики пришли и ряд ешуа научи нас молиться что он он показывает и макет и он ведь очень наш сущий на небесах до святится имя твое он показывает этапы молитвы в принципе и и момент его наших отношений с богом как должна строиться наша молитва это того что должно быть не только желание получения а в большей степени нацелена на него потому что я хочу преобразиться в твой облик потому что я люблю тебя ты объект моего почитания ты объект моего поклонения я люблю тебя и понимаю что преображая свой облик я исполняю твою волю тогда мой мотив ну в принципе правильный потому что если я все-таки акцентировано на себе то это какая-то эгоистическая нота хоть и с таким правильным как бы оттенком но важно как я сказал не то что бог делает а важно сам он и как мы знаем вот заповедь первая заповедь да не будет у тебя других богов пред лицом моим вот это вот и личностный аспект направляет нас вот на бога которые один в твоей жизни и если мы говорим о его делах то дел его дела они скорее всего выступают доказательством его сущности опять же он раскрывает себя в делах и любить его и служить ему надо исходя из того не из того что он делает а из того кто он есть вот кем он является на самом деле и отдавая ему ту исключительную роль которая принадлежит ему как право как по праву как богу и бога надо как личность любить за то кто он есть они за то что он для нас может сделать это вот такой последний тезис который у меня записан поэтому мы с вами определили уже что бог есть дух он не ограничен физическим телом он не ограничен географическим пространством и это показывает его величие мы определили с вами что бог есть личность он имеет имена он имеет с нами отношения он имеет чувства он выражает это эти чувства в делах и это те моменты которые показывает нам священное писание следующим его свойством является жизнь бог живет это отличительная черта его жизнь и в писании это показано очень такими разными разными способами одно из них то что о чем мы говорили я сущий само его имя я сущий я есть указывает что бог он он бог живой и очень важный момент а вот тоже на который мы может наверное не обращали внимание что в писании его вот бытие не при не является предметом доказательства это как утверждение я сущий я есть это все это да и ими и естественно для этого нам необходима вера в это и это в принципе является основанием отношений с богом вот как мы помним в евреям 11 главе 6 стихе написано приходящих богу должен веровать что он есть и ищущим его воздаем воздает таким образом можно сказать что бытие бога вот это его жизнь она вообще является такой основополагающей стороной его сущности прочитаю вам еще один текст который показывает что он истинный бог и живой бог который контролирует природу а господь бог есть истина это еремея 10 глава 10 стих он есть бог живой и царь вечный от гнева его дрожит земля и народы не могут выдержать негодование его и вот одиннадцатый тоже стих боги которые не сотворили небо и земли исчезнут земли из под небес я на 5 26 ибо как отец имеет жизнь самом себе так и сыну дал иметь жизнь самом себе и вот это вот тексты показывают что бог он имеет жизнь самом себе ему никто не дал эту жизнь жизнь это его естество он имеет ее в самом себе и в отличие от всех других существ существ они эти существа они получают жизнь от бога а вот бог он не имеет такого вот внешнего источника который дал ему жизнь нигде в писании мы не видим чтобы говорилось о начале его существования и он жизнь имеет самом себе безначально совершенно верно да очень часто бог вот характеризуется прилагательным вечный да вот мы вечный бог мы слышим об этом и это подразумевает что не было такого времени когда бога не было вообще когда-то он всегда существовал самое интересное что написано вот с первого стиха в библии вначале сотворил бог небо и землю это уже подразумевает что до момента творения он уже был он был всегда также важный момент на который стоит нам обратить внимание то что его существование не зависит вообще не от чего вот потому что вот есть опять таки мысли что слышали такое понятие смерть бога да слышали за да 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 есть такие позиции которые говорят что когда пройдет весь божественный план вот это вот это получается закончится существование бога и все все и вот это конец все все это конец но мы понимаем что этого произойти не может не может бог он он есть он имеет жизнь и эта жизнь она пребывает в нем важным моментом что является то что все другие создания они являются но нуждаются в поддержании жизни бог в этом не нуждается и и мы опять таки читая священное писание пишем видим что и шо там даже в ритка дыша отвечал что там птицы нуждаются в чем-то там кто-то нуждается в чем-то о боге такого нигде не написано и вот деяние 17 глава 24 25 стих бог сотворивший мир и все что в нем он будучи господом небо и земли нерекотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих как бы имеющий в чем-либо либо нужду сам да я всему жизнь и дыхание и все текст говорит сам за себя бог ни в чем не нуждается он тот кто дает жизнь и он существовал до проявления всего сущего и он продолжает существовать независимость вообще от того что происходит в мире но тут вот нам важно обратить внимание что хотя бог он независим в том смысле что он не нуждается ни в чем для своего существования это не означает что он равнодушен безразличен и без участия да потому что можно сказать что есть если бог ни в чем не нуждается то зачем ему все надо зачем ему было мироздание зачем ему надо были люди да такое это создаётся такое впечатление что ну такой эгоистичной такая личность все у него есть нет его сторона показывает что он 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 неравнодушен он он не безразличен и он участвует том что он сосадил в том что он сотворил чему он дал жизнь имея жизнь он ее передал и он с с тому что он жизнь передал он имеет связь и взаимоотношения любят когда его хвалят а ну да я думаю ему ну так как ты говоришь что это так но мы до этого дойдем не вот это вот это как раз неправильное понимание нет бог не эгоцентричен но мы дойдем до этого не не за не забирая вперед но такое состояние это так как ты говоришь это эгоцентричность ну послушай ерем мы дойдем до этого момента как раз поговорим о эгоизме смотрите бог он связан с человеком но связан по своему выбору вот опять же чтобы нам правильно понимать это иногда люди думают что как бы у них подход такой богу типо 1 ты меня создал то ты мне должен да да это ты мне должен нет он на имеет с нами отношения не под давлением какой-то необходимости и и когда мы это понимаем что это побуждает нас еще больше как бы проставлять его и приближаться к нему он в отношении к нам в отношению к людям он движим любовью он движим любовью агапы бескорыстной любовью они не не необходимостью очень часто за когда говорят о взаимоотношениях с богом говорят что бог нуждает бог нуждается чтобы мы его славили поверьте славить его может все его и так славит да да все славит и он не нуждается чтобы мы его славили мы нуждаемся славить бога он движим его любовь бескорыстно без совершенно бескорыстно и она недвижима вот он любит нас потому что ему необходимо чтобы мы его славили и есть такое вот понимание что еще вот существует что жизнь бога что бог создал сам в себе жизнь не слышали такого но опять таки это если мы говорим о природе свойств бога которые не измены то это не совсем правильно правильно считать что бытие это сама его сущность не он создал в себе это его природа потому что если мы говорим что он себе что-то создал то это непостоянная часть его значит когда-то этого не было но это является его природой а природа вот эти свойства о которых мы говорим они постоянные это вечная часть которая присутствует в его личности его природе и да совершенно верно и в принципе вот такое вот правильное понимание аспектов божьей природы освобождает нас от представления что бог он нуждается в нас он 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 не решил использовать нас для исполнения своих целей потому что он в нас нуждается нет это неправильно он просто полюбил свое творение которое он сотворил но обойтись бы он смело мог бы и без нас если бы он захотел исполнить какие-то свои цели он бы мог сделать это и без нашего без нашего участия скажи да для общения он был бы создать кого-то другого общаться с ангелами общаться и почему не общаться с ангелами к примеру или там херовинами да хорошо друзья смотрите то что бог даем дает нам возможность знать его и служить его это он позволяет для нашей же пользы это нужно нам и если мы этого не делаем то наносим вред мы только себе ему от этого ну хуже не становится и главный тезис этого утверждения можно сказать что бог есть и он всегда будет жизнь в нем он жизнь это является его сущностью и он был есть и будет всегда аминь хорошо следующим пунктом бога в которого мы верим является его бесконечность бог бесконечен это означает что он не только не ограничено что у него в принципе не может быть вообще никаких границ в этом отношении бога вообще нельзя сравнить ни с чем что мы знаем знаем или можем даже представить и даже например энергия которая кажется тоже такой очень не истощимой она сейчас показывается что она иссякает по-любому и вот даже теория большого взрыва так вот они говорят что был взрыв и она идет идет расширяется но в оконцовке она начинает убывать поэтому не нет этого бы бесконечного развития настанет момент когда она начнет возвращаться и и поэтому нет ничего бесконечно но бог он действительно бесконечно но вселенная и вселенная и есть бог это позиция я бы сказал ближе буддистская индуистская какая-то бесконечная бесконечно да это давай сосед да это симфон но это но смотрите хорошо бесконечно в любом случае бог он действительно бесконечный не имеет ни начала ни конца и бесконечность можно его рассматривать под разными углами и прежде всего бесконечность можно рассматривать в пространственном отношении и здесь мы сталкиваемся с тем что традиционно называют необъятность и вездесущность мы знаем что бог он вездесущий он везде пребывает на каждом месте у бога нет ограничение как мы уже говорили в пространстве и он не привязан никакому месту он не на ну не находится в каком-то одном месте хотя вот мы слышали что бог сказал что я буду пребывать в стене да такой своего рода кинозис христа но это не говорит о том что бог начал пребывать только в стене ни откровения в другом месте его не стало нет он себя выразил в стене но он вездесущий он он не связан и не привязан к какому-то определенному месту потому что любой конечный предмет вот который конечный предмет он имеет свое место он где-то располагается и в принципе это говорит о том что он в другом месте быть не может смотрите вот бог тот кто вызвал к жизни пространство и время вот это вот важный момент потому что сам бог он вызвал это понятие пространство и время это 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 он сделал поэтому он не может быть этим объят он был для того как появилось пространство и поэтому его нельзя расположить в какой-то точке или в каком-то месте и в принципе это то что относится к его что мы говорили духовности потому что еще один момент что вот эти свойства бога они переплетаются между собой они взаимосвязаны и вот этот момент то что он не связан пространством она опять же относится к его нематериальности или духовности о которой мы с вами говорили в начале и то что у него нет физического тела которое которое можно поместить в какое-то определенное место ну ну вообще если мы говорим что бог он вне времени то божий план он в принципе статичен если он вне времени то все что есть было и будет она перед ним перед его лицом и поэтому его план он статичен вот вот это вот наше такое ортодоксальное скажем так богословие которого мы придерживаемся потому что богословие процесса она говорит о том что нет идет изменение происходит это изменение и бог своего рода там подправляет за человеком какие-то определенные вещи да да хороший вопрос к чему это но мы 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 перешли как уже немножко в другую в другую сторону рассмотрение вопроса да смотрите когда мы говорим о бесконечности бога здесь мы сталкиваемся с такими вот моментами как его имманентность и его трансцензентность это то что бог он повсюду и как бы бог он ну бог близкий бог далекий такие вот казалось бы против противоречия ну суть в том что в творении нет места где бог был бы недоступен это такой важный момент и еремия он как раз этот вопрос раскрывал очень хорошо в 22 а еремия точно да 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 пророк еремия 23 глава в 23 стихе он грит разве я бог только в миссии а не бог и вдали который вот это как раз относится чтобы бог бесконечный он и имманентный и трансцензентный он близкие далекие одновременно смысл здесь как раз в этом он наполняет небо и землю и все что есть поэтому для нас это совершенно верно да 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 и для нас это очень важное понятие почему мы заявляем о вот этом бесконечности бога поэтому для чего что нам это дает бог что бог везде величие да мы говорим о свойствах величия но практический момент в чем заключает мы 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 Субтитры создавал DimaTorzok